У нас есть такой девиз, лучше сегодня миллион потратить на предупреждение конфликтов, чем миллиард, и потом на их погашение. Этот слоган звучит на презентации рейтинга стабильности регионов страны. Итоги исследований, кажется, напрягают даже чиновников. На многих предприятиях страны неспокойно, а значит, есть почва для трудовых конфликтов. На этот случай фонд Самрук Казана придумал и напечатал спецброшюры. В них пролетарий найдет все ответы. Поэтому эту книжку, мы сейчас у нас прямо за ней все бегаем. Мы очень хотим, чтобы она была у каждого бригадира, у каждого начальника цеха. Но если получится, у каждого рабочего дома, чтобы он знал, на что он имеет право, каковы его обязанности и как ему дальше действовать. Идти ли ему в суд, идти ли ему к работодателю, идти ли ему в Акимат или выйти на площадь. Поэтому мы хотим, чтобы люди не выходили на площадь, а работали уже с госорганами. У человека простого нет прав, если у него нет денег и связей. Если коротко, то это нажитые практикой убеждения правозащитника Бастыгула Канатова он из Ак-Тубе, региона, где трудовые споры на предприятиях не новость. По словам Бастыгула, социальную напряженность в коллективах порождают сами чиновники. Нашим чиновникам надо, чтобы отдельно кушали китайцы в ресторанах для них. И вместе с ними верхушка руководителей там кушает. А для рабочих, как будто третий сортных, их какого-то бараки за свой счет. То есть вот таких несправедливостей, много несправедливостей приводит к таким конфликтам социальным. Такие конфликты в Атроу были, сами знаете, в Казларде были, в Ак-Тубе были. И я думаю, будет много таких конфликтов в скором времени. Только по официальной статистике за прошлый год на казахстанских предприятиях зафиксировано свыше 20 крупных противостояний. Бастуют обычно в строительных, добывающих и нефтегазовых компаниях. И пока власть реагирует одной лишь издательской деятельностью, количество недовольных в Казахстане будет только расти.